Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы что здесь делали? Распечатали... У меня сокровище есть такое, большое сокровище. Много лет. Это наш сайт. Не форум, а сайт. Сайт во свете Библии. И у него самое ценное это вопросы и ответы. Вот видишь, оно не дается открыто. 4124 вопроса и ответа. Без подготовки. Вот они идут справа. Можно даже показать. Сейчас первая графа. Это на букву Б идет толпа. Это бесы, волшебство. И вот это вот сейчас мы и открываем. Что у нас получается? Читай. Вопрос 1272. 4 том. Том открытым оком. У меня книги. Открытым оком. Почему не помогают глубоко понять религию наши современные религиозные миссии, конфессии? Даже не достучишься в заочной библиотеке библейской школе. Кто такие ясновидящие, яснослышащие? Это я ответы даю в университете как раз, в Барнауле. Вы берете только ясновидящих, а сколько их всего? Тысячи и легионы. И все эти служители сатаны не только не ясновидящие, а полностью слепые, незрячие и не яснослышащие, а полностью они глухие и немые эти люди, ибо в них бес здесь. От Марка. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. Знать о них все и не полезно и вредно, и Бог запрещает познавать их глубины. Откровение. Вам же и прочим, находящимся в Феотире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказывают, что не наложу на вас иного бремени. Иоанн Златоуст как древние пророки. Всю эту бесовщину, Нострадамус, Ванге и прочее, называют блевотиной, которую они изрыгнули, а ты подбираешь, садишься за стол и начинаешь пожирать эту мерзость. Притчи. Как пёс возвращается на блевотину свою, так повторяет глупость свою, Исайя. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, не чистого места, которое Петра. Но с ними случается поверная пословица. Пёс возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идёт валяться в грязи. И сказал Иисус, «На суд пришёл я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, «Неужели мы слепы?» Слепы, интересно, слепы. 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 Это означает, что ваш кугасор расширится, притом только за счёт Священного Писания и Святых Отцов Православной Церкви. Прочтите, если будут, какие вопросы можете задавать. Это я отвечаю студентам. Нужно согласиться с тем, что Дух Святой открыл уже людям, чтобы не надмевались своими знаниями, ибо в очах Божьих всё выглядит иначе, чем у людей. От Луки. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Откровение. Высоко у людей. Высоко. «Советую тебе купить у меня золото, огнём очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Это я ответил на вопрос о ясновидящих. Но так как это у нас не такая, ответ небольшой, я открываю сразу вторую. Посмотри, сколько он занимает. Шесть. Вот как раз это и сойдётся. Вопрос 1410, пятый том открытым оком. Кто изгонял бесов из людей до Иисуса Христа? После грехопадения первого человека, когда Ева и Адам поверили злому духу более, чем своему Создателю, путь к сердцу, к душе человека был открыт для супротивника. Теперь демон мог не только заниматься космосом, господствовать в воздухе, но и во вновь открытом агитпункте, вершине творения Божьего в человеке. Ефесянам, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Вот. Так как всё человечество ещё находилось во вражде с Богом, так как ещё не было примирения через жертву Иисуса Христа, не было искуплено на Голгофе, то и даров от Иеговы не было на победу над демоном. Путь нечистой силы был открыт только в одном направлении – в человека. А изгнать злодея никто не мог, этого мучителя. Одностороннее движение бесов было хорошо известно всем живущим на земном шаре. Третье царство. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал «Я склоню его». И сказал ему Господь «Чем?» Он сказал «Я выйду и сделаюсь духом лживым в уста всех пророков его». Господь сказал «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так, Иов». И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказую лютою от подошвы ноги его по самой теме его. И никто не претендовал на то, чтобы иметь власть над демонами. Одержимые жили вне городов в гробах, то есть в пещерах. Творили свои смертоносные дела. Если же была одержимая щята безвредна для других, то такие жили в своих семьях. Были случаи исцеления в купальне, когда ангел возмущал воду. От Иоанна. Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы не был одержим болезнью. Исцелялись от всех болезней. Но неизвестно, было ли исцеление от одержимости бесами. Потому что когда Христос властью своей стал исцелять одержимых, это потрясло воображение, знание тогдашних иудеев. Ибо такого никто никогда не слышал. Потому они и приписывать могли это исцеление только лично Богу. Но они свихнули в своей безграничной злобе и стали говорить совершенно несуразно, что Христос предал волшебству и изгонять может якобы только силой врага. Отмарка. И все ужаснулись. Так что друг, другу, друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему? А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе в Ельзевула, и что изгоняет бесов силою князя Бесовского. До пришествия Христа демоны господствовали на земле, не встречая никакого сопротивления, никакого насилия над собой. Пророки могли творить чудеса, даже воскрешать умерших. Так, посланник евреям. Жены получали умерших своих воскрешими. Но чтобы и знать демонов, об этом никто и не слышал. Вот почему так потрясены были евреи, видя изгоняемых князем мира, стали называть эту власть Христову новым учением. Иван, где ты она? «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего, изгнан будет вон» от Матфея. «И бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас стадо свиней» от Луки. «И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну» – трое тетра. «Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блестий на суд для наказания» – Иуда. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня». «Сам Христос дьявола называет сильным, и что он связан не кем иным, но только им, пришедшим во плоти на землю». От Матфея. «Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещь его, если прежде не свяжет сильного? И тогда расхитит дом его». «Связывание сатаны произошло на Голгопе. И тогда были расхищены сосуды, похищенные дьяволом, и он был пленен». Ефесяна. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». «Кровь Христа, непорочного Агнца Божия, имела силу и до его распятия, но усвоить ее могли только чисто, сохранившие верность Богу духи, когда воевали против дьявола на небе». Откровение. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. Молись, дает молитва крылья, душе прикованной к земле, и высекает ключ обилия в заросшей тернием скале. Она покров нам от бессилия, она звезда в юдольной мгле. Молись, когда змеей холодной, таска в твою проникнет грудь. Молись, когда в степи бесплодной мечтам твоим проложен путь. И сердцу, сироте безродной, приюта нет, где отдохнуть. Молись, когда глухим потоком кипит в тебе страстей борьба. Молись, когда перед мощным роком ты безоружна и слаба. Молись, когда приветным оком тебя обрадует судьба. Молись, молись. Души все силы в молитву жарку и злей, когда твой ангел златокрылый, сорвав покров твоих очей, укажет им на образ милый, уж снившийся душе твоей. И в ясный день, и под грозою, навстречу счастья и льбеды, и пронесется ли на тобою тень облака и луч звезды. Молись, молитвою святою, в нас зреют тайные плоды. Вяземский. Петр Андреевич Вяземский, кто он такой? Хороший человек, видать, было. Такое стихотворение написал. Ну вот все на этом закончилось.